Просто невозможно передать, просто невозможно описать, как ты благ и милости в камне, Иисус. Здравствуйте, дорогие мамочки, дорогие подписчицы. Я благодарю Бога, что он дает возможность еще поделиться с вами. И сегодня я готова дать отчет о своем уповании, как сказано в 1 Петра 3 главе. О том, что будьте готовы дать отчет о вашем уповании, и для меня это сейчас важно, чтобы все, кто смотрит, понимали, во что я верю и почему я так верю. Для себя впервые упоминания о хождении перед Богом я нахожу в 5 главе книги Бытие, когда мы читаем о Енохе, который так прямо сказано «ходил перед Богом». И слово «ходил перед Богом» это в оригинале «корам део», то есть ходить в повседневной жизни, в каждодневных шагах перед Богом, то есть жить перед Богом. Мы можем наблюдать по всей Библии, особенно когда читаем о жизни Иисуса Христа, о том, что Он, придя на землю, Он, будучи Богом, показывает нам в своих взаимоотношениях с Отцом. Мы видим Его молитвы, мы видим Его прошение, мы видим Его взаимоотношения и близость с Отцом. Глядя на деяния апостолов, мы видим, как Первая Церковь собирается вместе для того, чтобы прославить Бога. И также многие послания упоминают о том, что мы живем не по плоти, но по духу. И вот это слово «живем» оно очень важно для меня в моей жизни. Это значит, что я живу, и вот сегодняшний день, все шаги, которые я выполняю, утром проснулась, как я отношусь к своим детям, как я отношусь к своему мужу, как я отношусь к окружающим, это все складывает жизнь. И в этих моментах я желаю и учусь ходить вместе с Богом. Это значит, что я могу молиться в любой момент, в любом состоянии, где бы я ни находилась, и общаться с Богом. Это говорит о том, что я могу, что я имею от Бога силу и возможности уже не угождать своим собственным желанием, но угождать желанием Бога и отвечать тому, что Он хочет в моей жизни, а не то, что я хочу в своей жизни. Почему же в своей жизни для меня так важно ходить перед Богом? Вспоминая свое прошлое, когда я была отступницей от Господа, когда я не ходила Его путями, а исполняла желания, вожделение плоти, до того, как я уверовала, я помню о том, какими были мои пути. Это не было упоминания и мысли о Боге каждый день. Это было отступничество и жизнь вне Господа. Но по Его великой милости однажды мое сердце, оно наконец-таки приняло спасение, приняло и открыло двери для Господа Иисуса Христа, где Он вошел, и, как написано в Откровении 3 главе, «Се стою у двери и стучусь, кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». И вот произошел момент, когда знание в голове о Боге наконец-то достигло сердца, и сердце, утомленное и обезвоженное греховной жизнью, распахнулось и сказала, «Войди в него». И тогда Христос вошел и стал хозяином этого дома. То есть дом – это тело, в английском языке dwelling place, где обитает Господь. И теперь он принадлежит не мне, но Господу. И с годами я уже 13 лет верую в Иисуса Христа и учусь ходить с Ним. И за все эти годы он все больше и больше приобретает власти, а я все меньше и меньше имею ее. И когда ты имеешь, так писал апостол Павел в послании Ефесянам 3 главе, с 1 по 14 стих он объясняет язычникам о том, что он имеет вот эту великую благодать, и как он радуется о том, что теперь он делится с ними, чтобы потом они могли делиться с другими. Когда я уверовала, как написано в слове, что свеча, которую зажгли, она не может стоять под кроватью, но на подсвечнике светит всем в доме. Дом Божий, церковь. И мое желание сердца светить этому дому, светить церкви светом Иисуса Христа. И, конечно, я просто не могу не делать этого. Познавший Божью благодать и имеющий Христа в своем сердце не может жить иначе, как прославлять Его. И, дорогие слушатели, дорогие мамочки, если в вашем сердце сейчас произошла такая же подобная ситуация, когда из ваших знаний наконец-то по этому долгому пути дошло до сердца, и сердце готово открыться сейчас и впустить, и иметь близкие отношения с Иисусом Христом, то я молюсь о вас, чтобы Он вошел в ваше сердце, чтобы вы имели откровение о благодати Иисуса Христа, и чтобы эта радость, она сейчас просто переполнила вас, и чтобы вы, как и я, могли иметь близкие и искренние отношения с Иисусом Христом, и ходить с Ним каждый день. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за каждую сестру, за каждого человека, кто бы сейчас ни смотрел это видео, и я прошу Тебя, чтобы Ты вошел ко всем открывающим сердце свое для Тебя сейчас, чтобы Ты вселился и стал хозяином этого дома, чтобы Ты начал свой процесс освещения и работы с этим сердцем, и чтобы эти сестры, эти люди, кто сейчас готовы начать свою жизнь следовать за Тобой, они видели процесс этих изменений и ходили в каждом дне пред Тобою во всех своих делах, чтобы они молились непрестанно, тогда, когда в сердце Ты обитаешь, мы молимся непрестанно, Господь. Мы всегда имеем Тебя в виду в любых наших делах. Боже, и я благодарна Тебе за возможность засвидетельствовать о великой спасении Твоем, о том, что Ты сделал для нас на кресте, о том, что кровь Твоя принесла в нашу жизнь, Господь. И всегда помнить, кто мы были и кем мы стали благодаря Твоему спасению, благодаря Твоему искуплению нас, Господь. Благодаря тому, что несмотря на то, что мы грешники, и несмотря на то, что всю нашу оставшуюся жизнь внутри нас будет жить остаток этого греха, но мы уже святые Тобой, освященные, потому что кровь Твоя имеет силу избавить нас от этого греха. Благодарю Тебя и славлю, мой Господь. Благослови каждую сестру во имя Иисуса Христа родить пред Тобою. Аминь.